Девушки отдыхают Но фитили, вот такие большие, могут играть очень большую роль в определении того, что будет дальше в этом тренде, потому что внутри этого большого фитиля, образовавшегося на недельном таймфрейме, находится много шортов. Многие заходили в короткие позиции в надежде того, что цена биткоина уйдет вниз. Это произошло, но большинство этих позиций пока еще не были закрыты. И если недельная свеча биткоина закроется над сопротивлением, это даст нам знак того, что рынок начинает склоняться в сторону быков, что быки возвращают контроль, что дает нам основание склоняться к быкам. Закрывшись наверху, около 44 тысяч. Прямоугольнички сопротивления недельного графика. Если это произойдет, а цена сможет устремиться в направлении к этому недельному верху, потребуется ли на это одна неделя, две или три. Но если мы смотрим добраться до верха и пробиться над этим уровнем, то все эти позиции, которые по-прежнему остаются шортовыми, окажутся в ликвидной ловушке, потому что у них больше не будет выбора, так как цена окажется над недельным верхом, и все эти позиции окажутся под водой. А им ничего не останется, как уйти в рыночный сквиз. Но все это работает только в том случае, если рынок имеет тренд. Но как мы определим, имеет ли рынок тренд? Что ж, надо посмотреть на EMA. Экспоненциальные скользящие средние основаны на импульсе, более свежем ценовом движении, и здесь это линия из точек. Эта желтая точечная линия важна, чтобы оставалась примерно под 45 градусов. Вы можете зажать трендовую линию, нажать кнопку shift, и она перескочит примерно под 45 градусов. Это будет необходимым свидетельством для того, чтобы определить достаточный импульс, для того, чтобы ликвидная ловушка отыграла. Мы, в общем-то, видим, что находимся над этой скользящей средней, и говоря в целом, в настоящий момент эта скользящая средняя примерно на угле в 45 градусов. И находясь в рынке, движущемся по тренду, с 20 EMA под 45 градусов, обычно приводит к соотношению риска к вознаграждению примерно один к полтора, в зависимости от размера свечи, на которую вы целитесь. Этот фитиль сверху, что приводит нас выше 60 тысяч, что является целью этого сетапа, этой теоретической, попавшей в ловушку ликвидности для бычьего сценария. Но многие, вероятно, меня спросят, постой, а что, если мы провалимся ниже, то тогда куда мы поедем? Если цена опустится обратно к этому низу, а EMA не будет указывать вниз под 45 градусов, то это не будет правильным трейдом, так как импульс не в твоем направлении. Поэтому это на самом деле не является сетапом. Поэтому, если мы не сможем преодолеть отметку в 49 тысяч, то значит это вовсе и не сетап. Но если получится, то, вероятно, это нам даст быстрый импульс. Ведь это создаст множество неэффективности внутри рынка, в которой будут участвовать множество факторов. У нас есть движущийся по тренду рынок, восходящие низы, высокий уровень спроса для биткоина. Поэтому, если мы преодолим этот уровень 49, произойдут сквизы шортов, произойдет сквиз сострявшей ликвидности, начнется всеобщая фома, то есть многие факторы вступят в эту игру, этого возможного крупного движения вверх, в прорыве 49 тысяч. Это легко может нас принести сюда. Но еще и другие факторы, о которых я думаю, это психологические. Когда многие люди, скорее всего, будут инвестировать до момента халвинга. Любой, кто знает биткоин, кто знает халвинг, и кто смотрит свежие новости, вероятно, хотят закупиться биткоином до этого. А это может означать, что каждый заинтересовавшийся будет заходить до халвинга, и будет входить до халвинга, что приведет к ограничению роста. Это ограничит наш рост, который мы можем получить в краткосрочной перспективе, до момента, пока еще больше участников будут вливаться из общих масс и Улл-стрита, чтобы закупиться биткоином. Это краткосрочное ограничение роста может привести к даунтренду после халвинга, когда все как следует закупились в настоящий момент, после чего у нас появится быстрая распродажа. Эта быстрая распродажа может освободить значительный объем ликвидности, что очень нужно и ожидается крупными игроками, которым эта ликвидность нужна, чтобы войти в рынок. Они не могут просто нажать кнопочку «Купить». Им нужна целая волна объем ликвидности и падение цены. Им нужен страх. И вот тогда крупное падение произойдет от нашей цели в 60 тысяч, полноходом до уровня того, где мы сейчас, когда старое сопротивление станет новой поддержкой. Что очень побычай, что продолжит наше параболическое движение, создав еще большее движение вперед. Продолжение параболического движения является очень распространенным. Это происходит каждый раз, когда параболический тренд начинает расширяться, делаясь крупнее. Это происходило во время бычьего забега 2017 года. Поэтому продолжение параболического движения будет конечным результатом, дав нам крупную зону для прибыли, затем крупную зону для накопления, и затем дальше вверх и вверх. К этому моменту мы уже ожидаем сокращение ставок от ФРС, начнется событие халвинга, отличную зону для откупа падения для крупных игроков, ищущих ликвидность и готовых поглотить ее вот на этих уровнях, а также значительный страх, когда вновь поступившие деньги сильно запугаются прямо в самом низу. И на то, чтобы эта ситуация стала очень возможной, есть множество причин. При этом мы по-прежнему будем сохранять бычьи настрои. Парабола сопротивления в новой поддержке. Но также хочу сказать, что все это очень специфично. Здесь много спекуляции. Но основываясь на моем опыте и взгляде на то, как отыгрывал цикл биткоин, множество раз и множество лет, это как бы ситуация, которую я жду. Это очень распространенная ситуация для биткоина, выдавая такие движения, 27% вниз, перед достижением крупнейшего дна этого низкого фитиля, затем мощный толчок вверх. Вот из чего состоит параболический тренд. Волатильность будет просто сумасшедшая, как всегда. Это происходит постоянно. Биткоин очень волатильный актив, а также очень рисковый, если вы не знаете, что делаете, вместо того, чтобы просто его держать. Трейдинг может реально быть сложным. Поэтому, ребят, будьте осторожны. И посмотрим, как это все отыграет. Будет довольно просто отслеживать эту теорию. У нас должно произойти недельное закрытие биткоина над этим уровнем 44 тысячи. Продолжит пробиваться через 49, преодолеть 49. И вот здесь у нас будет мощный импульс. Сквизы шартов, повсеместная фома, спрос, все эти факты. И неэффективность рынка, которая, вероятно, нас загинет через отметку в 60 тысяч. Каждый захочет завладеть биткоином, потому что, о, боже мой, приближается халвинг. Боже мой, цена растет. Боже мой, мы можем достичь исторического максимума. Перед, возможно, еще одним крупным спадом и затем снова вверх. Это мое текущее ожидание ситуации. Да, она очень специфична, и в некоторой степени я говорил о ней ранее, но сейчас я хотел сказать об этом более подробно. Разложить все составляющие силы, которые на нее будут влиять. И если, ребята, вам это видео понравилось, не обломайтесь поставить лайк, написать комментарий и подписаться на канал. Ведь ребята из Криптокомманс обещали вам перевод и сделали его, несмотря ни на что. Вот такие дела, и увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok